Начинают выступать с 80 лет, как профессионалы, и у них очень серьезная подготовка. Тренируются два раза в день, по два часа, по три часа. И бесконечные повторения, которые позволяют создать устойчивый двигательный навык. Специальные отработки технических элементов в спарринге не проводятся. Спортсмены действуют по наитию, то есть выполняют приемы в зависимости от развивающейся ситуации. Упражнения на мешках позволяют отрабатывать очень многие технико-тактические элементы. Любые удары в атаке, ложные действия, удары навстречу с различных дистанций, комбинации в ответной контратаке, комбинации после имитации защитных технических действий. Львиная доля времени в упражнениях на мешках, вплоть до 70%, уделяется отработке боковых ударов ногой. Многократные повторения ударов на мешках приводят к созданию устойчивого двигательного навыка. Когда удар отработан до автоматизма, возможно совершенствованы техники ударов на фоне усталости спортсмена. В таких условиях он вынужден выполнять движения по пути наименьшего сопротивления, наиболее рационально, а значит и правильно. Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» Существует несколько способов бинтования кистей рук. Мы вам сейчас покажем самый распространенный способ. Бинтование удобно выполнять в начале тренировки, чтобы потом не тратиться на это время. Закрепив бинт на большом пальце, начинаем в случае запястного сустава. Потом бинтуются пястные фаланги пальцев. И постепенно начинается бинтование каждого сустава в отдельности. Важно следить за тем, чтобы бинт был не перетянут, то есть в открытом состоянии ладонь. Чувствуй себя свободной, но когда кулак сжат, кисть превращается в костер. Каждая пястная головка кости бинтуется отдельно. Важно обращать внимание, чтобы бинт на кисть ложился ровно, нигде не перекручивался и не пережимал кисть. Особое внимание! Боксеры уделяют бинтованию большого пальца кисти. Потому что при нанесении боковых ударов этот палец оказывается наименее защищенным. Заканчиваем опять же на лучезапястном суставе кисти. Бинт крепится при помощи липы. Представляем вашему вниманию бой на стадионе Раджи Дамнен. Стадион расположен в столице Таиланда, городе Бангкок. Это одна из двух самых престижных площадок, на которой проводятся поединки по муэйтай. Боксеры несколько отличаются по росту, но у них одна весовая категория. В большинстве поединков по муэйтай первый раунд посвящается разведке. Обратите внимание, как двигаются боксеры. Они слышат ритм музыки, и это значительно облегчает их работу. Применяя различные разведывательные действия, боксеры не спешат присматриваться друг к другу. Пытаются найти в обороне противника слабые места, нащупать свою дистанцию, провести какие-то излюбленные действия, посмотреть, как на них реагирует противник, определить его сильные стороны, какие у него есть любимые удары, излюбленные комбинации. То есть проводят разведку боя. Как и в любом бою, преимущество имеет тот, кто навяжет своему противнику свою манеру ведения боя. Не очень удачный лоу-кик, и боксер в синих шортах ступился, упал. В муэйтай большое значение имеет, насколько боксер прочно стоит на ногах. Если боксер периодически падает, то ему никогда не отдадут победу в раунде. На замедленном повторе хорошо видно, как боксер пробивает удар по ногам. Его противник пытается ответить тяжелым лоу-киком, не удержится на ногах и падает. Высокий боксер пытается выполнять скручивание. Скручивание выполняется с целью либо свалить противника на пол, либо открыть его для удара коленом. Захваты в клинче выбираются самые разнообразные. Боксер в красных шортах периодически наносит тяжелый удар левой ногой по правому бедру противника. То есть таким образом отвлекает его и пытается после этого атаковать тяжелыми ударами в голову. Клинч. Никто в клинче не имеет преимущества. Боксер в синих шортах пытается удерживать своего низкорослого противника на дистанции. При помощи ударов тип и ударов коленом. Клинч. Смотрите, какая блокировка передней ногой бедер противника, чтобы тот не мог наносить удары. Борьба в клинче начинается с борьбы за захват. Кто захватил более удачно противника, тот имеет преимущество. Боксеры пытаются выполнить накладки на руки противника и, заняв более удобное положение, наносить удары локтями. Вот какая-то дуэль на ударах передней ногой. Резкое сближение и удары тяжелые руками. Вот посмотрите, удачное скручивание с захватом туловища. Мойтай рассматривается в первую очередь как бокс ногами. Считается, что удары ногами это тяжелая артиллерия, после которой идет пехота. То есть удары руками. Еще одно скручивание. Инициатива потихоньку переходит к боксеру в красных шортах. Вот он наносит тяжелые удары по туловищу. Потом переводит удары на голову. И выигрывает нокаутом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Еще один поединок. На стадионе РЖДНН вы видите двух боксеров в красных и синих шортах. Это два очень опытных боксера. Боксер в красных шортах предпочитает выходить на среднюю дистанцию. И наносить удары руками. В основном кулаками. Иногда проскайкивает локтями. Боксер в синих шортах использует весь арсенал техники муэйтай. Сейчас боксер в синих шортах пытается прессинговать. Наносит больше ударов по туловищу, чтобы сбить дыхание противника и ослабить его. Перекрывается от возможных встречных ударов руками. И за счет движения туловища пытается смягчить силу этих ударов. Боксер в синих шортах пытается сохранять дальнюю дистанцию, либо сразу переходит в клинч. Потому как удары руками низкорослого боксера наиболее опасны именно на средней дистанции. В замедленной съемке видно, что боксер в синих шортах использует две дистанции ведения боя. Либо дальние, где он наносит длинные удары, либо сближается для работы в клинче. Четвертый раунд поединка. Боксер в синих шортах пытается часто контратаковать, то есть наносить встречные удары левой основной своей бьющей ногой. Это в первую очередь удары коленом, иногда это удар кик, боковой удар ногой. И с дистанции пытается контратаковать ударами рук. Где-то он пропускает какие-то сильные удары. Боксер в красных шортах все-таки находит возможность сблизиться и наносить акцентированные удары. Это очень хорошо физически подготовленный боксер, который не знает усталости и непрерывно идет вперед. Несколько высоко держит подбородок, но у него очень хорошая подготовка именно в английском боксе. Обратите внимание на действия боксеров на средней дистанции. Они пытаются расположить свои руки так, чтобы занять приоритетное положение, откуда будет удобно нанести какой-то акцентированный удар или серию ударов. Бой идет под диктовку боксера в синих шортах. Он работает. И в атаке, во встречной контратаке. Поединок проходит под его контролем. Хотя боксер в красных шортах периодически удачно сокращает дистанцию и наносит довольно жесткие удары, обратите внимание, как боксер в синих шортах придерживает своего противника руками. То есть выполняет блокировку, накладывает руки и пытается контратаковать встречными ударами колена, прямые удары коленом. Вот отжимает голову правой рукой, но пытается нанести удар локтем или коленом. И, кстати, здесь сам хватает несколько ударов. Боксер в красных шортах довольно открыто ведет бой. То есть это манера ведения такая, настроенная на нокаут, на победу за счет явного преимущества. Посмотрите, он пропускает тяжелый удар локтем, потом еще удар коленом. С возникает такое впечатление, что это нисколько не сказывается на его боеспособности. На самом деле это очень чувствительные удары. Этот боксер прекрасно физически подготовлен, обладает значительной выносливостью, силой, быстротой, защитой от клонов, но не контратакуют. Не очень понятно, почему боксер в красных шортах редко применяет удары ногами. По-видимому, он имеет значительно больший опыт в поединках по боксу. А возможно, ноги просто разбиты. Остался последний раунд поединка. Видите, где-то высекает под опорную, то есть он прекрасно знаком с техникой мой, а это не классический боксер. Боксер в красных шортах пытается прессинговать, наступать, старается выйти на свою любимую среднюю дистанцию, с которой он может нанести тяжелый удар рукой. Быстрая серия ударов руками, которая заканчивается боковым ударом ногой. Боксер в синих шортах пытается заблокировать его действие руками, и вот смотрите, акцентированный удар, левый кик в область печени. В боксера в красных шортах видна краснота на туловище. Это следствие ударов ногой. Еще один поединок на стадионе Раджи Данен. Посмотрите на манеру ведения боя противников. Боксер в красных шортах пытается сблизиться. Резкие атаки. Выполняет какие-то подготовительные действия передней ногой, туловищем. Ищет, как подойти к своему противнику высокорослому и нанести какой-то акцентированный удар. Тактика работы с высоким противником типичная. Он пытается наносить тяжелые удары по ногам и по туловищу, и после этого переводить удары на голову. Боксер в синих шортах удерживает его длинным джебом типом, перекрывается руками, и вот видите, резко контратакует ударом левого колена. Острое очень левое колено и мощное. Смотрите, вот три удара подряд. Не очень эффективные, но вот левый локоть навстречу. Пробивает кросс, апперкот и сразу выполняет накладки на руки, чтобы связать низкорослого своего противника. Скручивание, прекрасное скручивание. Боксер в синих шортах наносит длинный удар коленом, после которого мгновенно следуют удары локтями. Прихватывает ногу и выводит противника из равновесия. Удар под опорную ногу и сразу боксер в красных шортах резко контратакует, то есть пытается вернуть инициативу себе. Боксер в синих шортах удерживает своего противника на дистанции, потом выполняет быстрый шаг и наносит удар коленом. Борьба за захват, попытка либо скрутить противника, либо поставить его в неудобное положение, где можно легко нанести удар коленом. Хорошая работа джебом, боксера в синих шортах, но в то же время и сам пропускает ответные удары. Такой вязкий тягущий клинч рефери не мешает по правилам муэйтай, это допускается, более того приветствуется. При оценке боксеров, судьи большое значение уделяют их умению работать в клинче. Обратите внимание, какие хлесткие удары наносит боксер в синих шортах левой ногой. Это удары стопой, голенью, коленом, удары направленные в туловище. Удары в область печени наносятся как голенью, так и коленом. Пытается сбить дыхание, остановить своего противника. Вот на замедленной съемке хорошо видно, как боксер в красных шортах вышел на среднюю дистанцию, нанес два акцентированных удара в голову, а боксер в синих шортах тут же нейтрализовал его, завязав в клинче. Обратите внимание, какой тяжелый удар коленом. Резкие встречные удары опять с коленом наносит боксер в синих шортах. И сразу же вяжет, вяжет, избегая средней дистанции. Прекрасное скручивание боксера в красных шортах. Очень тонко чувствует дистанцию. Бой сейчас идет примерно на равных. Трудно отдать кому-то предпочтение. Я бы даже сказал где-то немножко точнее боксер в красных шортах. Особенно видно его преимущество в клинче. Смотрите, у него всегда и позиция получше, и удары его несколько точнее. Попытка ударить правым кроссом. Оттяжка. Он захватывает сверху правую руку противника. И при помощи рывков, толчков и ударов колени, пытается вывести его из равновесия. В Муай-тай во время боя категорически запрещено хвататься за канаты. Судьи внимательно следят за этим, и считается, что за канаты хватаются всегда более слабы. Посмотрите, как очень грамотно отжимает голову своего противника левой рукой, а правой рукой, прихватив ногу, толкает его. Вводит равновесие и сваливает. Вот длинный захват боксер в красных шортах выполняет. Загружает своим весом противника, надавливает на него головой и создает удобное положение для нанесения удара коленом. Вот, смотрите, удары с рук. Оп! Какой опасный удар локтем боксера в синих шортах, но мимо цели. Блокировка ногой бедра противника, чтобы тот не мог его контратаковать ударами коленей. Борьба за захват. В клинче более удачен боксер в красных шортах. Вот, укладывает своего противника на пол. И потихоньку, мне кажется, именно за счет клинча он берет инициативу в этом бою в свои руки. Четвертый раунд боя и они сошлись в клинче и пытаются выяснить, кто из них сильнее именно в клинче. Вот, разбивает под опорную ногу боксера, вывозит его из равновесия и какое-то подобие нанесения удара в прыжке коленом. Вот, замедленно, видите. Хорошая защита пред плечем боксера в синих шортах. Встречный удар коленом. Сейчас, по-видимому, будет какое-то скручивание. Пытался ударить падающего противника коленом. По правилам муэйтай это разрешено, пока противник не коснулся. Рингом можно наносить ему удары. Последний раунд поединка. Пятый раунд. Обычно к этому раунду боксеры уже знают, кто из них победил. И проводит этот раунд достаточно вяло. Но тут борьба не остыла. Посмотрите. Боксер в красных шортах имеет некоторое преимущество. Он не пытается избегать боя, то есть, удержав свое преимущество идет, принимает встречный бой, а боксер в синих шортах пытается вернуть себе инициативу. В принципе, выиграть в этом бою он может только нокаутом. Клинч. Попытка раздергать противника. Выигрывает боксер в красных шортах. Навряд ли в этом бою случится нокаут. Силы противников примерно равны. Смотрите. Пятый раунд. А противники очень хорошо сохранили свои физические силы и довольно интенсивно ведут бой. Это говорит о их хорошей физической подготовке и высокой квалификации как спортсменов. Оп, скручивание опять. Уилл даже на весе, но не свалил. Посмотрите, как боксер в красных шортах удерживается у противника высокорослого, причем противника на дистанции типа. Сбивает его планы. Блокирует в клинче его действия. И, кстати, боксер в синих шортах выглядит гораздо более уставшим. Попытка нанесения ударом локтя сверху. Ой, пропускает тяжелые удары с рук. В пятом раунде. Тип. Все. Боксер в красных шортах понял, что он выиграл. Причем они оба знают, кто из них чемпион. Посмотрим, какое будет решение судей. Замедленные съемки. Посмотрите. На особенность захватов муэйтай. Ошибка противника и сразу два-три удара, наказывающие его за ошибку. Рефери собирают записки и объявляют победителя. Субтитры создавал DimaTorzok